Пол Стюарт про ежика и кролика. Кусточек зимы. Пол Стюарт английский писатель, автор детских и подростковых книг. Родился и провел детство в Лондоне. По воспоминаниям писателя, он еще в школе обожал английский язык и ненавидел точные науки. После окончания школы он отправился в кругосветное путешествие, а потом поступил в университет и специализировался на филологии. После выпуска преподавал английский в Германии на Шерланге, а после возвращения на родину решил посвятить себя литературному творчеству. В начале своей литературной карьеры, о которой Пол Стюарт мечтал еще с 7-летнего возраста, когда написал свой первый рассказ о приключениях к улитке, он не помышлял о книгах для детей. Из-под его пера выходили триллеры, ужасы и фэнтези. Но настоящую известность ему принесла именно детская литература и сотрудничество с великолепным художником Крисом Ридделлом, с которым впервые познакомился он в 1993 году. Их первой совместной работой стала серия книг о кролике и ежике, ставшая любимейшей литературой британских детей. Книги, которые создает творческий тандем, являются плодом настоящей коллективной работы. Писатель и иллюстратор вместе придумают перебитие сюжета. Как Пол Стюарт признавался в интервью, дебаты над книжками для малышей разгораются нешуточные, иногда даже доходят до споров и руганий. Предлагаю вам послушать сказ про ежика и кролика «Кусочек зимы». Приближалась зима. Ежик готовился к зимней спячке. «Я буду по тебе скучать», — сказал кролик. «А ты?» «Нет», — ответил ежик. «А я буду», — повторил кролик. «Ты это только что уже говорил», — пробучал ежик. «А почему?» — спросил кролик обиженно. «Да чего же ты забывчивый?» — ответил ежик. «Забывчивый?» — переспросил кролик. «Ну да», — кипнул ежик. «Я же сказал, что не смогу по тебе скучать». «Не сможешь?» — удивился кролик. «Зимой я буду спать», — объяснил ежик. «А во сне по друзьям не скучают». Ежик подобрал острый камешек и направился к большому дереву. «Кролик», — сказал он, — «я хочу кое о чем тебя попросить». Кролик кивнул и продолжил свой завтрак. Он доедал салат из травы, сочный лист одуванчика и приступил к сладкому клеверу. А ежик в это время царапал на коре дерева целое послание. «Это моя просьба. Я написал, чтобы ты не запыл», — сказал ежик. «Пожалуйста, сбереги для меня кусочек зимы». «Ну зачем?» — удивился кролик. «Мне очень хочется узнать, какая она зима», — объяснил ежик. «Зима белая», — сказал кролик. «И холодная, со снегом и льдом». «Насколько холодная?» — спросил ежик. «Мне вот, например, уже сейчас холодно. И спать охота». Ежик зевнул. Кролик хотел припотрить рука. «Ой!» — вскрытнул он, больно уколовавшись в иголке. «Извини, кролик», — сказал ежик. «Мне бы надо срочно найти на зиму подходящее местечко. Пойду поищу. Я буду по тебе скучать», — вздохнул кролик. И чуть не заплакал. Зима выдалась суровая и снежная. Озеро полностью замерзло. Но кролику не было холодно в его норе. Только очень хотелось есть. «Вот в чем зимой беда», — сказал кролик, выбираясь из норки. «Чем холоднее, тем больше хочется есть». Он огляделся. И тем труднее найти еду. Нигде не было видно одуванчиков и розового клевера. Кролику пришлось довольствоваться промерзшей бурой травой. И бурыми высохшими листьями. И бурой нежующийся король. И бурым жестким желудем. Кролик с удивлением посмотрел на дерево, где ежик оставил свое послание. Желудь, которую он хотел съесть, выпал и покатился из прикорка. А чем дальше он катился, тем больше на него налипала снег. Пока он весь не превратился в маленький твердый комок. Кролик снова перечисал послание ежика. «Вот досада», — прояснил он. «Тут совсем не видно. Кусочек чего?» Подул пронизывающий холодный ветер. Кролик еще раз пристально посмотрел на комок. И сразу вспомнил. «Кусочек зимы!» Радостно воскликнул он. Кролик принялся катать комок по снегу. Комок становился все больше и больше, пока не превратился в снежный ком. Кролик обернул его бурыми листьями. «Листья не пропустят тепло и сохранят комок», — сказал он. «А я пока спрячу его под землю, в своей норке». И вот пришла весна. Засиело солнце, снег растаял. А лед на озере снова стал водой. Проснулся после зимней спячки ежик. «Ежик!» — обрадовался другу кролик. «Кролик!» — бросился к нему ежик. «Ой, кролик!» — сказал ежик. «Ты съел главное слово. Ты съел зиму?» «Нет», — ответил кролик. «Я съел кусочек коры, а зиму я сохранил. Она у меня в норе. Сейчас принесу». Ежик осторожно потрогал бурый шар. «А ты говорил, что зима белая?» Заметил он. И добавил. «И холодная». «Подожди чуть-чуть», — ответил кролик. И он стал снимать один лист за другим. Ежик завороженно уставился на снежный комок. Он и впрямь был похож на белую зиму. Ежик осторожно понюхал его. Он и пахнул холодной зимой. Ежик поднял комок, прижав к себе. «Ой!» «Вот, такая она зима и есть», — сказал кролик. «Спасибо, что не забыл о моей просьбе», — поблагодарил ежик. «Я не забыл, потому что скучал по тебе», — ответил кролик. «А ты скучал по мне?» Ежик задумался. «Не знаю, что тебе сказать, кролик». Только и произнес он. «А сам ты как думаешь?» «А сам ты как думаешь?»